О планах развития области полпреду президента рассказал губернатор Василий Орлов. Так, сегодня на территории региона реализуется сразу несколько важных проектов не только для области, но и для страны в целом. Построен космодром, возводится трансграничный мост через Амур, сразу несколько проектов в области газопереработки, магистральный газопровод «Сила Сибири», метаноловый завод в Сквородинском районе Амурский ГПЗ, газохимический комплекс «Сибура». По-последнему, пока нет инвесторешения, предварительно вопрос решится уже в следующем году. Основным механизмом развития этого направления является территория опережающего развития «Свободный». Инвестиции в создание этих производств составляют примерно 1 миллион 300 миллиардов рублей с учетом Сибуровского газохимического комплекса. И, как я уже сказал, до 200 миллиардов рублей будут давать дополнительного прироста валово-регионального продукта в год. Сельское хозяйство в регионе занимает 7% в структуре ВРП. Наша область – один из лидеров по производству сои. Развивается животноводство, как мясное, так и молочное. Хорошие показатели у золотодобытчиков. В прошлом году они дали 25 тонн драгметалла. В этом году ожидается снижение объемов добычи традиционным методом. Вместе с тем в регионе осваивают новые методы, такие как извлечение золота из упорных руд с помощью автоклавного производства. Первый такой комбинат запустят уже в ближайшее время в районе Покровского рудника. Губернатор рассказал о достоинствах региона и сказал, что в решении некоторых вопросов область нуждается в федеральной поддержке. К примеру, для завершения программы переселения граждан из аварийного жилья. Есть ряд проектов, которые у нас наболели, в том числе мост через Зею Новый, в том числе завершение берегового укрепления в Благовещенске. Ряд других проектов. Эти проекты Юрий Петрович поддержал. В том числе проекты для нас очень важные. Новый появился, новая точка для нас. Это точка привлечения внимания. Это упавший путепровод в городе свободном. Было дано соответствующее поручение Минтрансу проработать максимально короткие сроки, схемы восстановления этого дорожного сооружения и многое другое. В ходе рабочего визита Юрий Трутнев также посетил территорию строительства международного моста через Амур. Завершить работы здесь планируется к концу 2019 года. Вместе с тем в соседней с нами еврейской автономии завершается строительство международного железнодорожного моста. Насколько при Амуре необходим такой же мостовой переход, оценят эксперты. Надо посмотреть потоки, надо посчитать, нужен ли второй железнодорожный мост не так далеко от первого. Что касается автомобильного моста, то я считаю, что это хороший, красивый проект. Он сделан в рамках очень правильного экономического механизма. Также Юрий Трутнев поручил Амурскому губернатору усилить работу по развитию свободного, как города президентского внимания, и взять строительство возводимых там объектов под свой личный контроль. Сегодняшними темпами обустройства свободного Полпред остался недоволен. Я специально попросил потом меня повозить по городу, показать эти стройки, потому что вообще-то город, в котором, маленький город, в котором живет там чуть больше 50 тысяч человек, и в котором строится одновременно 35 объектов, должен выглядеть как большая стройка. Не выглядит. Не выглядит. Поэтому надо засучить рукава, я надеюсь, что Василий Александрович это возьмет под контроль, и надо сделать так, чтобы решения выполнились быстрее. Отдельное внимание в ходе итогового совещания уделили развитию туризма. Сейчас идут работы по берегоукреплению набережной Амура. Завершить их планируют к концу 2019 года. В декабре начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы в Благовещенском аэропорту. Конкурс на работы уже объявлен. Амурские власти рассчитывают, что весь объем будет сделан к 2021 году. И тогда в наш регион, возможно, снова будет летать аэрофлот. Это положительно скажется на транспортной доступности при Амуре, а также на снижении стоимости авиаперелетов. Денис Сверденко, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.